Благо в сумме первые и пятые кластеры дают нам 58 с лишним процентов. Давайте сохраним это кластерное решение. А, собственно, оно уже должно было появиться, поскольку галочка стояла. Вот оно, пятикластерное решение. Посмотрим на диаграмме, как это выглядит. Материальное положение, жизнь, которую ведет респондент, grouping variable и пятикластерное решение. Мы сюда помещаем. Итак, нас интересует прежде всего первый кластер и пятый кластер. Вот здесь, в этих точках, сосредоточены более 50% респондентов. Остальные кластеры гораздо менее однородны и по ним гораздо сложнее. Ну, вот желтый, например. Прямо вот видно, насколько он неоднородный. Второй тоже видно, насколько неоднородный. Ну, третий еще куда не шло. Первый, пятый и третий кластеры, на них можно ориентироваться. При том, что третий нам добавляет еще 17%. 58%. То есть 75%. 58 плюс 17, 75%. Даже больше 75% эти три кластеры объясняют. Поэтому, например, планируя какую-то рекламную кампанию или что-то в этом роде, и какое-то иное социальное действие, мы будем ориентироваться на этих людей, таких середнячков, которых почести устраивает и жизнь, и материальное положение. На этих, которых материальное положение устраивает, а вот жизнь, которая по большей части не устраивает. И вот на этих, которых по большей части не устраивает материальное положение, Но они очень разнообразную точку зрения имеют по поводу жизни, которую они ведут. Итак, мы рассмотрели двухступенчатую кластеризацию, которая позволяет кластеризовать категориальные шкалы, в том числе номинальные. Делает она это в два шага. Первый шаг состоит в создании агрегированных данных, при том, что исходно.